привет ребята вот я снова тут давайте потестируем немножко сайт госуслуг давно я про него слышал но все собирался попользоваться зарегистрировался сейчас там и фактически дальше им не пользуюсь потому что нет этих самих услуг но как например вот запишитесь к врачу но у меня полис который называют бесплатным неправильно омс обязательно медицинское страхование на самом деле по нему выделяют кучу денег и в виде на сам полис и на поликлиники но потом все эти деньги разворовывают министерство здравоохранения местные врачи которые сидят например врачи главный врач заместитель у них полисы естественно другие на которые дополнительное медицинское страхование им безразлично что у тебя вот это вот полис и ты даже не можешь получить услуг на вот эту сумму которую там ну возьмем что 10 тысяч рублей там 150 долларов у тебя в год темпер 10 лет не ходил потом кстати у меня вот сейчас так и получается что я 10 лет не ходил по идее 1500 долларов я должен прийти но приду я просто получу как обычно хер моржевую очередь на меня накашляют простудами ангинами туберкулезами запишут через год на сдачу крови то есть вот так вот по каждому пункту здесь получится поэтому вроде электронная вещь прогрессивная я должен радоваться но я знаю как это все происходит по любому пункту про врачей я сказал уже то есть здесь смысла нету деньги есть записываешься платно платные конечно тоже с кучей недостатков но хотя бы эти кровать будет не обосранная наверное давайте быстренько посмотрим работает нормально по скорости здесь каталог услуг в основном как я понял это сделано чтобы ты там зарегистрировался где сидишь что у тебя есть чтобы тебя грабить потом государство это ну здесь вот Россия это бандит то есть ты впишешь куда-то машину но естественно они знают что у тебя какая-то машина есть ну просто вот как в стойле на убой какое-то животное чтобы записалось не чтобы услуги получать чтобы просто тебя убить мне так кажется загран паспорт это бред я считаю должен быть один паспорт единый это чтобы опять государству чтобы ни за что деньги брать но зачем две бумажки по сути одно и то же страницу клеить и какой-нибудь и все тем более наверное можно сделать уже какой-то электронный загран паспорт у тебя до строения личности в электронном виде какая-то база который странно обменивается пенсионный фонд блин сокращение вот эти вот дебильные убирали бы не все знают понимают и длинные сокращения совсем ни к чему профессионный фонд там все разворовано скоро скоро наверное уже перестанут платить пенсионерам эти вот в пенсии 10 тысяч рублей 150 долларов что и так задержки зарплатами есть развалили штрафы гибдд но это мне неинтересно про врача сказал открыть свой бизнес это насмешка все по закрывали свой бизнес огромные налоги но вообще невозможно что делать хотя остаются какие-то сферы наверно сейчас выгодные похоронные люди активно сейчас умирают опять же что-то разворовывать около жилью ремонты но это не здесь люди записываются какие-то идут взятки дают наверно губернатору справка об отсутствии судимости ну судимость как люди порассказывали просто за деньги продают можно дел завести можно убрать эту судимость то есть все такое продажное никакого смысла в этом нету кого-то у дурачка будет судимость висеть который против чиновников варьет а у чиновника ничего людей на сбивает на машине и ничего не будет бессмысленность совершенно нет никакого наказания в тюрьмах люди просто болеют всем подряд вместо тюрьмы просто заболеваешь чем-то туберкулезом каким-нибудь ну в общем сами знаете ты как бы не тюрьма пыточная там детский сад это опять же не хватает там за какие-то взятки туда пихают там постоянно побор и как и в школах регистрация человеку это не нужно это опять же нужно государству чтобы тебе кредит пихнуть потом тебя там найти и в тюрьму посадить на в тюрьме ты чтобы сдох но потом что осталось у тебя отнять так налоговая задолженность мы это абсурд потому что налоги должны быть по желанию мне так кажется и платить их будут если в люди увидят что что получают что-то от этого и заплатят это фигня что вот люди там ни за что не заплатят все равно теринский капитал это какая-то жалкая копеечка чтобы рабов бабы рожали зарегистрироваться на портале нормально зарегистрировался 3d скидка 30 процентов на госпошлину конечно она вообще сама нелегитимно незаконно вся госпошлина так 30 можно можно 99 сделать все равно один процент у тебя кратут гран паспорт говорил задолженность это просто у них такое направление всех долг загнать и тогда все послушные и потом люди еще хотят где-то пойти повоевать потому что они нищие так интересно сделали чиновники и чтобы заработать на еду или что-то еще они готовы на что угодно там вот другие страны ехать в сирию убивать всех подряд чиновники просчитали все нормально у них вот план есть как раз я смотрю он работает личный кабинет там чтобы получить услуги но я пока что ничего не сделал там ничего вот что ну что ничего не понадобилось пенсии нету как я сказал все разворовано те которые выплачиваются они выплачиваются за счет сборов которые 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 сейчас собираются они в пенсию школу опять же это побор издевательства над детьми пропаганда портреты путина материнский капитал как дали так и воруют сразу подтвердить многофункциональных центрах вот на этом пока все было бы хорошо если бы само государство было это тюряшка можно сказать тюряшка теорию услуги а не госуслуги а теорию услуги человека нет вот эти вот которые нарисованы человечки что это пенсионеры у них нихера нету дети дурят их хотя есть какие-то люди сейчас еще сидят там носятся кредит других людей грабят говорят которые в кафе в ресторанах сидят да я сам видел таких людей но это такие же паразиты маленькие чиновники которые других пока грабят пока есть кого пограбить в общем ни о чем это не говорит на этом заканчиваю пока ребята это был исследователь ну просто мы смотрели на сайт госуслуги пока 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 я